Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Обычно в это время мы обсуждаем самые интересные события, которые произошли на этой неделе. Но сегодня, поскольку у нас советник Европарламента Алексей Димитров... Добрый день! Добрый день! То мы, наверное, обсудим и такие дела европейские, и даже не только за неделю. Наверное, все, что произошло в Европарламенте, или с Европарламентом по результатам выборов, которые состоялись в конце мая. И, Алексей, насколько сильно изменился Европарламент? Мы знаем, что все-таки те фракции ключевые, которые были на ведущих позициях, они, в принципе, сохранили какой-то статус-кво. Как на самом деле? Я знаю, что вы представляете, как Татьяна Аркадьевна Жданок, фракцию «Зеленых». Там длинное название, так что покороче. Там, я так понимаю, тоже прибавление в семействе. Да, я не совсем фракцию представляю, поскольку я не депутат. Я работаю на депутатов, принадлежащих к этой фракции. Что касается состава Европарламента, действительно, были такие апокалиптические ожидания. Некоторые, что, мол, евроскептики смогут перехватить контроль над Европейским парламентом. Но им не суждено было сбыться. То есть, в принципе, до сих пор сохраняется большинство таких, скажем, проевропейских политических партий. Это христианские демократы, социал-демократы, либералы, те же самые «зеленые». Конечно, евроскептики усилили свои позиции, но не настолько, чтобы перехватить контроль над инициативами Европарламента. С другой стороны, наверное, интересно то, что внутри вот этих вот ведущих политических сил произошла некоторая перегруппировка. Традиционно, абсолютное большинство в парламенте имели две фракции. Это христианские демократы и социал-демократы. Сейчас получилось так, что они больше не контролируют парламент. Поэтому во многих вопросах, вот, видимо, в следующие пять лет им придется консультироваться не только между собой, но и с либералами и зелеными для того, чтобы проводить в жизни какие-то инициативы. Если мы вообще говорим о новом Европарламенте, ну вот мы знаем, что состоялись выборы руководства, в том числе, я так понимаю, уже понятен президент Еврокомиссии, Узула фон Рейна. И вот, ну это, наверное, традиционно представители, там, не знаю, маленьких стран начали говорить, что ай-яй-яй, опять вот эти мировые державы сами разыграли вот эту всю комбинацию, потому что госпожа Лейна, ее фамилия вообще не звучала до выборов, да. Но, с одной стороны. С другой стороны, может быть, ну это реальность, что есть, наверное, не знаю, движущие силы Европейского Союза, есть страны, которые, ну, менее влиятельные. Как на самом деле? Ну, дело в том, что действительно процесс выдвижения нового руководителя Еврокомиссии, он был довольно сложен, поскольку после выборов Европарламента, как я уже говорил, там возникла необходимость с совершенно разным политическим семьям договариваться между собой. Плюс к этому еще надо учитывать, что выдвигает президента Европарламента государство, президента Еврокомиссии выдвигает государство, и потом Европейский парламент уже голосует. То есть, здесь имели место не только амбиции, связанные с какими-то партийными интересами, но и интересами разных государств. Изначально, действительно, Фундерлейн, она не входила в число возможных кандидатов, именно потому, что она не настолько участвовала именно в европейской политике. Были кандидаты, ведущие от христианских демократов и от социал-демократов, но сыграло свою роль то, что восточноевропейским государством не подходил ни тот и другой кандидат. Ни кандидат христианских демократов, Манфред Вебер, ни Франс Тиммерманс, выдвинутый социал-демократами. Поэтому, конечно, вот эта вот кандидатура Фундерлейн, она возникла в последний момент, и во многом еще остается такой темной лошадкой для Европейского парламента. То есть, сейчас у нее есть мандат составить Европейскую комиссию, но будет еще одно голосование в Европарламенте уже после того, как комиссия будет составлена. – Вот, все-таки, вам и как юристу очень близкая тема – это защита прав нацменьшинств. Для Латвии это по-прежнему актуально. Видимо, надежды тех, кто думал, что вот сейчас пройдут в прошлом году выборы в Сейм, и в страсти улягутся, и политика в отношении нацменьшинств будет, не знаю, менее радикальной, но, по-моему, пока не оправдывается. Что касается Европарламента, я понимаю, что трудно говорить, еще только были первые заседания. Вот, просматривается ли то, что вот эта вот защита прав нацменьшинств в новом Европарламенте станет, не знаю, более эффективной? – Ну, пока действительно сложно об этом говорить, еще и потому, что, в принципе, вопрос защиты прав нацменьшинств не входит в компетенцию Европейского Союза как такового. То есть, есть определенные стандарты, то есть, уважение к правам лиц, принадлежащих меньшинствам, это одна из основных ценностей Европейского Союза. Но сам Европейский Союз может вмешиваться только в самых таких выпиющих исключительных случаях. В основном это компетенция самих государств. И, конечно, тут нужно будет смотреть на то, допустим, насколько новая Европейская комиссия, она будет воплощать в жизнь то, что говорит Европарламент. Потому что Европейский парламент, он в какой-то степени зависит от Еврокомиссии, он только обсуждает те проекты нормативных актов, которые Еврокомиссия разрабатывает и присылает. Сам Европарламент, конечно, он уже в прошлом созыве имел такую довольно прогрессивную позицию по вопросам прав национальных меньшинств. Была специальная резолюция, посвященная правам таких лиц, но, опять же, она была в основном адресована с государством, а не Европейской комиссией. Потому что парламент тоже сознает, что полномочия весьма ограничены. Ну и еще один момент, это нужно будет посмотреть, кто из будущих комиссаров получит портфель защиты прав человека, включая права лиц, предлежащих к национальным меньшинствам. Насколько этот человек будет заинтересован и в этой проблематике? Если мы говорим все-таки о Латвии, мы знаем, что у оппозиции, у тех, кто не очень, прямо скажем, не поддерживает все ужесточение, в том числе в сфере образования национальных меньшинств и языковые пропорции. Но у них вариантов по существу, я так понимаю, два. После того, как они все имени смогли это остановить в прошлом парламенте, это Конституционный суд. И дальше, возможно, если будет основание Европейский суд права человека. Что касается Конституционного суда, мы знаем, что первое решение уже по образованию принято, по закону образования. То, что касается муниципальных учебных заведений, я так понимаю, что Конституционный суд фактически согласился с Семовским большинством и сказал, что эти пропорции 50 на 50, потом 70 на 30, и в старший класс вообще 100% только на госязыке, они сказали, что это соответствует Конституции. Это с чем, на ваш взгляд, связано? Все-таки состав суда чуть-чуть поменялся за последние годы? Ну, здесь есть несколько факторов. На мой взгляд, конечно, Конституционный суд, он всегда зависим от индивидуальных убеждений судей. Это небольшой суд, 7 человек. Мы никак не можем от субъективного мнения отойти, да? Ну, естественно, но это всегда так в вопросах Конституционной юриспруденции, потому что, когда идет речь о, скажем, определенной балансировке интересов индивида и общества, это всегда вопрос такой, конечно, там есть субъективный момент. И второе, наверное, что повлияло на решение Конституционного суда. Да, Конституционный суд в данном решении довольно обширно цитировал новую преамбулу Конституции, которая появилась несколько лет назад и которой не было, когда суд рассматривал схожее дело по, скажем, первой реформе образования 2004 года. И прямую суд об этом не говорит, но из текста решения можно сделать вывод, что действительно преамбула повлияла и на позицию Конституционного суда в этом вопросе. Понятно, что тяжело прогнозировать, но впереди, я так понимаю, еще рассмотрение иска, касающейся частных школ и колледжей, языковых пропорций, и, ну, совершенно, на мой взгляд, абсурдного закона о том, что запрещено в частных вузах принимать за свои деньги студентов на вот, на поток обучения, ну, по существу на русском языке, я так понимаю, что там, возможно, будут другие решения Конституционного суда. Да, вполне вероятно, ну, во-первых, вот там было несколько исков от родителей учеников частных школ, они сейчас готовятся к рассмотрению, и если действительно суд сочтет, что в частной сфере все-таки свобода вмешательства государства, она уже, чем, допустим, в школах, которые принадлежат муниципалитету или государству, то логично, что и для частных вузов должно быть введено какое-то регулирование, которое отличается от языкового регулирования для, скажем, государственных вузов. Так что, действительно, здесь многое будет зависеть от вердикта Конституционного суда в деле по частным школам. Возвращаясь, может быть, к Европарламенту, мне создается такое ощущение, может быть, я не прав, что, ну, может быть, в Европарламентской политике и, может быть, руководители нынешней и будущей Еврокомиссии все-таки еще сами до конца не дают себе отчет о том, как будет жить Европейсоюз в случае Брексита. Да, потому что, ну, были разные мнения о том, что, может быть, чуть ли не будет повторный референдум, и Великобритания передумает, и без договора не уйдет, но сейчас такое ощущение, что такой более жесткий сценарий просматривается, да? Дело в том, что сценарий со стороны Евросоюза, он уже полностью продуман и разыгран. То есть, есть два варианта, либо Великобритания выходит без ратификации соглашения, либо после ратификации соглашения. То есть, другие сценарии, это как игра ума, их интересно обсуждать, но юридически вот подготовлены два таких сценария, с договором или без договора. И со стороны Великобритании, конечно, сейчас прослеживается политический сигнал, что да, действительно будет выход, и выход будет без договора, но дело в том, что для него есть поддержка правительства Великобритании, но нет, судя по всему, поддержки парламента Великобритании. То есть, это вопрос такого конституционного конфликта британского. И поскольку в Великобритании очень многое базируется в конституционном праве на, скажем, неписанных нормах, прецедентах конституционной традиции, а законодательство играет меньшую роль, то, конечно, сейчас никто с полной уверенностью не может утверждать, каким будет вот именно этот внутренний британский расклад. Что же касается Европейского Союза, я так понимаю, что мы готовимся, мы готовы к двум сценариям, и оба они связаны с выходом Великобритании с 31 октября этого года. Вопрос только в том, будет ли это выход, который основывается на договоре, то есть, насколько он будет, так скажем, плавным и прогнозируемым, или же он произойдет без ратификации договора, но с возможными негативными последствиями, как для передвижения, допустим, людей, так и для передвижения товаров между Великобританией и Европейским Союзом. Определенные меры Европейский Союз предупредительные уже принял, то есть, какие-то поправки к нормативным актам разработаны и готовы к принятию, но мячик на стороне Великобритании сейчас. Да. Я так понимаю, что, в принципе, в случае выхода Великобритания, все к этому идет, не важно с договором или без, какие-то последствия негативные для Европейского Союза будут, я так понимаю, что хотя бы тот взнос, который Великобритания делала немалый, это может повлиять и, наверное, на объем еврофондов, который Латвия может получить. Ну, дело в том, что если Великобритания выходит даже без договора, это не означает, что она освобождается от всех, вот, скажем, финансовых последствий членства в Европейском Союзе. И даже если, допустим, добровольно Великобритания не будет эти деньги вносить в бюджет, то можно их потребовать судебным путем. Речь идет, скорее, о финансовой перспективе на следующие 7 лет, следующий долговременный бюджет Европейского Союза, который уже разработан, но, конечно, фактически два законодателя Европейского Союза, это Европарламент и Совет, который состоит из министров, из государств, не могут начать переговоры по цифрам в этом бюджете, не понимая, будет ли Великобритания членом Европейского Союза. Но в самом худшем варианте, когда, допустим, этого британского взноса в бюджет Европейского Союза не будет, возможно, с некоторой проволочки и с принятием вот этого долговременного бюджета, что означает, что просто автоматически будет использоваться предыдущий бюджет до того момента, пока не договорятся о новом. Вот еще, что касается, может быть, вообще маленьких стран в Европейском Союзе, очень часто звучат такие заявления, что 8 депутатов от Латвии, что могут вообще сделать, там при 751, по-моему, депутате Европарламента. Я так понимаю, что можно сделать многое, особенно если в каких-то ключевых группах. Тут даже речь, наверное, идет не столько о том, чтобы быть в ключевой группе, хотя, конечно, это важно, поскольку депутаты в Европарламенте группируются не по принадлежности к странам, а по принадлежности к определенным политическим идеологиям. И, конечно, допустим, какой-нибудь крайне правый евроскептик и депутат от Италии, он имеет очень мало общего с депутатом, который от той же самой Италии, близок к коммунистам. Скорее всего, они будут голосовать диаметрально противоположно по многим вопросам, включая и те вопросы, которые непосредственно касаются Италии. Но здесь большую роль играет еще, помимо принадлежности к группе, это как бы личный вклад самого депутата, то есть насколько депутат искренне заинтересован в том, что происходит в Европейском парламенте, и насколько он готов заниматься вопросами общей европейской повестки дня в противоположность к каким-то вопросам, которые затрагивают только одну, две, три страны Европейского Союза. То есть, как правило, мерилом успеха является именно то, насколько депутат способен строить коалиции на уровне всей Европы, а не решать какие-то локальные вопросы. — Ну вот, поскольку вы все-таки работаете вот в той политической группе, которую представляет Татьяна Жданова, я так понимаю, что если мы оглядываемся даже на прошлый парламент, несколько инициатив все-таки удалось провести, да? — Ну, я думаю, что здесь, опять же, главным критерием для любого политика является успех на выборах, и группа зеленых Европейского свободного альянса имела 52 депутата, сейчас 75 депутатов в Европейском парламенте. То есть, такой прирост действительно солидный, и в темпах прироста она уступает только группе либералов. Но там своя история, которая связана с тем, что вот эта новая французская политическая сила, партия Макрона, она как раз-таки блокировалась с либералами. То есть, во многом вот этот вот рост именно французских либералов, он продиктован вот этим новым союзом. И, конечно, может быть, учитывая то, что на фоне всего Европейского парламента, конечно, фракция зеленых не является, скажем, самой мощной политической силой, но уже сам факт того, что очень многие вопросы из повестки зеленых, это, например, вопросы изменения климата, это вопросы, скажем, более прогрессивной сельскохозяйственной политики Европейского Союза, они перекочевали из разряда таких маргинальных в мейнстрим. То есть, по вопросам общественного мнения, сейчас в Европейском Союзе, особенно в Западной Европе, вопросы климата, они на первом-втором месте среди тех вещей, которые волнуют избирателей. То есть, конечно, в какой-то момент эта волна дойдет и до Латвии, скорее всего. И вот, опять же, вопрос к латвийской зеленой партии, насколько она будет готова, скажем, принять те самые ценности, которые есть у европейских зеленых. Потому что не секрет, что если, допустим, по вопросам, так скажем, экологии, взятой узко, эти позиции во многом схожи, то по вопросам, скажем, допустим, прав женщин, прав сексуальных меньшинств, вообще прав меньшинств в целом, ну, во многом латвийские зеленые, они достаточно консервативны на общеевропейском фоне и не настолько активно сотрудничают с европейскими зелеными. Дальше более национальные, скажем так. Да, конечно. Может быть, такой еще вопрос в первой части. Вот на ваш взгляд, а что нужно сделать, не знаю, всем, может быть, и политикам, может быть, и избирательной комиссии, так что все-таки явка на выборы в Европе была больше. Я понимаю, что все равно нельзя, не сможет выборы в Европе конкурировать, не знаю, с выборами в самоуправлении, где каждый понимает, почему ему нужно там пройти, проголосовать в своем городе за свои власти, или в своем крае. Вот что же нужно все-таки сделать, не знаю, там, систему по интернету, как в Эстонии, еще какие-то трюки? Я думаю, что здесь есть и технические вещи, так скажем. Действительно, наверное, голосование в интернете увеличило бы явку, хотя там тоже есть определенные свои подводные камни насчет доверия к институту выборов как таковому. Но помимо этого, наверное, важно, чтобы избиратель сознавал, какие конкретные решения, принимаемые Брюсселе, тем же самым Европарламентом, насколько они влияют на повседневную жизнь. Потому что очень многие из тех решений, которые сейчас принимаются национальными парламентами, они в качестве отправной точки все-таки используют решения Европейского Союза. Те же самые директивы, допустим, они сначала принимаются в Брюсселе и в Страсбурге на уровне европейского законодателя, а потом национальный парламент их, так скажем, переписывает в национальное законодательство. И это, наверное, составляет львиную долю работы того же самого Латвийского Сейма. Наверное, это еще вопрос с какой-то политической культурой, которая, кстати говоря, меняется по моим наблюдениям, если во время, допустим, первых выборов Европарламент на территории Латвии в 2004-2009 году я, например, видел, что они полностью практически посвящены внутрилатвийской тематике, то предвыборная кампания этого года приятно порадовала. То есть, допустим, в тех же самых предвыборных дебатах на телевидении очень много было обсуждений по существу общеевропейских вопросов. Это иммиграция, это тот же самый климат, это безопасность, борьба с терроризмом. То есть видно, что латвийские избиратели тоже начинают понимать, не только избиратели, наверное, это и сами политики, и журналисты, насколько важен Европейский парламент для того, чтобы влиять на жизнь каждого конкретного избирателя в Латвии. Да, прервемся ненадолго. Алексей Демитов у нас в студии. Во второй части после новостей рекламы будем принимать ваши звонки. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Сотрудник Европарламента Алексей Демитов у нас в студии. Еще раз добрый день. Вот продолжаем наш диалог. 612-12-939. Телефон прямого эфира. И также работает в WhatsApp. Вы можете задавать вопрос нашему гостю по WhatsApp. 230-6191. Вот если еще мы говорим о Европейском Союзе, но понятно, что этот финансовый период уже подходит к концу. Видимо, и Латвия где-то в следующем году доест, если так можно сказать, вот те деньги, которые были выделены в рамках этого семилетнего периода. Ну и разные уже слухи ходят, все не очень позитивно, что уже таких объемов, как раньше Латвия получала, не получит. Вряд ли стоит рассчитывать на значительное увеличение субсидий нашим фермерам. Вообще, какая обстановка? Что касается бюджета, как я уже сказал, бюджет сверстан, и сейчас остались переговоры между, во-первых, государствами в Совете и между Европарламентом и Советом по распределению этих финансовых средств, надо сказать, что следующий бюджет, он действительно, скажем, с такой идейной точки зрения, он отличается. Во-первых, произошел такой переход от традиционного разделения на страны-доноры и страны-реципиенты, то есть давно не было таких крупных расширений Европейского Союза, и в Западной Европе чувствуется некая такая усталость от, скажем, политкорректно-бездумного разделения средств по головам, особенно для вот этих условных новых стран, которые присоединились в этом веке к Европейскому Союзу. Здесь есть, наверное, два момента. Первый момент – это, ну, сколько можно, допустим, вкладывать и вкладывать без, скажем, какого-то ощутимого результата для стран-доноров. То есть фокус самого этого бюджета, он немножко так переносится с разделения по странам на распределение средств для таких проектов, которые имеют какую-то добавочную стоимость для всего Европейского Союза. То есть, условно говоря, не постройка дорог в Восточной Европе, а, может быть, там, если это и есть постройка дорог, то между Западной и Восточной Европой, чтобы все от этого что-то получили. Второй момент, который нельзя не учитывать – это рост евроскептицизма, конечно, в Западной Европе, который в том числе продиктован тем, что вот эти вот некоторые восточноевропейские страны, они с удовольствием берут финансирование из еврофондов, но, допустим, отказываются от проявления какой-то солидарности по тем вопросам, которые интересуют Западную Европу. Та же самая миграция, например. И в некоторых особо, скажем, проблематичных случаях, как, например, Венгрия или Польша, даже игнорируют какие-то общеевропейские стандарты, в частности, в вопросах приверженности власти закона. И при этом никак не возражают против того, чтобы продолжать получать деньги из европейского бюджета. И помимо вот такого нового идейного разделения, то есть в первую очередь деньги идут туда, где они могут принести пользу всему Европейскому Союзу, возникло и желание применить тактику кнута, помимо пряника, то есть разработан проект регламента Европейского Союза, каким образом страны можно лишать финансирования из еврофондов в тех случаях, если они слишком откровенно нарушают основные, скажем, ценности Европейского Союза. Вот это очень хорошее замечание, потому что мы знаем, что есть страны, кстати, в Восточной Европе, которая, видимо, выбивается из этого стандарта ценностей, ну, Венгрия и Польша чаще всего упоминается, ну, я так понимаю, что новый президент Еврокомиссии, она высказалась уже, что она как раз не сторонница вот этих жестких мер в отношении вот тех стран, которые, не знаю, отступают от каких-то общих стандартов, но вот, а как быть? Вот как соблюсти этот баланс? С одной стороны, нет такого, что есть старший брат, есть младший брат Европейского Союза, и кому-то вроде грозить пальчиком, когда равноправное членство вроде не годится, с одной стороны, с другой стороны, есть же какие-то базовые ценности, если одна страна нарушает, значит, потом следующее, потом следующее, так наши власти латвийские тоже скажут, ну, смотрите, что делается, мы тоже будем гайки закручивать. Да, безусловно, такая опасность есть, и, конечно, на выборах вот эта вот, скажем, приверженность ценностями Европейского Союза была одной из главных тем. Что касается позиции новой Европейской комиссии, пока, наверное, сложно об этом говорить, потому что та же самая Урсула фон der Leiden, она во время своих встреч в Восточной Европе говорила о том, что, да, может быть, жестких мер не нужно, в то же самое время, когда она выступала в Европейском парламенте перед такими, скажем, проевропейскими политическими группами, она, наоборот, обещала, что, да, вот эти вот меры, предложенные Еврокомиссией, они обязательно будут приняты. Дело в том, что официальная позиция Европейского парламента сейчас заходит даже дальше. Если Европейская комиссия говорит о каких-то санкциях только в случае, когда нарушена власть закона, то есть, например, есть какие-то проблемы с функционированием системы судов, то Европарламент говорит, что нужно заходить еще дальше и в каждом государстве Европейского союза измерять, насколько соблюдаются все права человека без исключения. Это первый момент, который различается, и второй момент официальная позиция Европарламента, которая до сих пор вот это большинство поддерживает, это то, что необходим механизм независимых экспертов, которые ситуацию в каждом государстве будут ежегодно, условно говоря, замерять и будут сообщать Еврокомиссии. То, что сейчас все решения находятся в руках Еврокомиссии, она, конечно, политически не является свободной, то есть, те же самые комиссары, их выдвигают государства, они принадлежат к определенным европейским политическим партиям, и мы очень видели политические последствия от этого на примере той же самой Венгрии и Польши. Если, допустим, в отношении Польши Еврокомиссия начала процедуру, которая могла бы в теории привести к лишению Польши прав голоса в Совете Европейского Союза, этого не произошло в случае Венгрии, а единственная разница состоит в том, что если польская правящая партия, она принадлежит к европейским консерваторам, которые не имеют особого влияния на европейском уровне, то правящая партия в Венгрии принадлежит христианским демократам, которые имеют самую большую фракцию в Европарламенте и во многом контролирует европейскую комиссию. Отсюда возникает вопрос, не стоило ли бы изъять это измерение ситуации в странах Евросоюза из компетенции Еврокомиссии и передать, допустим, каким-то экспертам, которые более независимы. Да. Наверное, вопрос, который очень хотелось бы задать, я думаю, наше радиосущество тоже будет интересно. Мы знаем, в принципе, позицию по миграции, по беженцам двух крупных самых фракций, это Народная партия и Социал-демократическая. Что касается «зеленых», там известно меньше, вот насколько «зеленые» есть такое ощущение, что у них либеральный подход к беженцам, вот как на самом деле? Да, действительно, это так. То есть, фракция «зеленых», она одна из тех политических сил, которые наиболее либерально относятся, и в частности, именно фракция «зеленых» последовательно всегда выступала за механизм солидарности. То есть, что это значит? По нынешнему законодательству Европейского Союза, если, допустим, соискатель убежища, то есть человек, претендующий на то, чтобы стать беженцем, прибывает в какое-то государство Европейского Союза, то это государство обязано пройти вот весь этот путь, рассмотреть документы и решить, признается человек беженцем или нет. И, конечно, на практике это создает определенную перегрузку для некоторых государств, которые находятся, допустим, на морских границах, Мальта, Греция, Италия, например. И для этого и был разработан такой проект перераспределения соискателей убежища, чтобы вот эта, скажем, миграционная нагрузка, она легла на все государства Европейского Союза, чтобы все европейские государства каким-то образом в решении этой проблемы поучаствовали. Ну, как известно, этот механизм сработал вот для конкретных ситуаций Италии и Греции, но пока еще нет политической договоренности между государствами Европейского Союза о том, что его нужно сделать постоянным. То есть, если количество прибывающих соискателей, оно превышает какой-то определенный порог. Ну, что Италия, так понимаю, уже после задыхается, да, вот эти все приграничные города, там ужас, да. Да, поэтому тут пока еще идут переговоры между государствами Европейского Союза, но в Европейском парламенте нельзя сказать, что это только, допустим, какая-то позиция зеленых, которая отличается от мейнстрима. В принципе, есть солидное большинство и в Европарламенте, и среди государств Европейского Союза, может быть, исключая именно восточноевропейские государства, в пользу такого механизма, то есть, в принципе, в ближайшие пять лет, по всей видимости, он появится в той или иной форме. И интересно, что сейчас параллельно вот с дискуссиями о законодательстве и между некоторыми государствами, так скажем, коалицией желающих, там сейчас примерно 14 государств, идет разговор о том, чтобы вот такой временный добровольный механизм уже начать применять в этом году, потому что действительно, допустим, нынешнее итальянское правительство, оно просто не дает возможность суда со спасенными в море соискателями убежища, не дает возможности зайти в свои порты, и, соответственно, люди вынуждены достаточно большое количество времени проводить просто в открытом море, потому что их просто не пускают в порт. И вот здесь, кстати, интересно, какая будет позиция у латвийского правительства. Пока что из всех балтийских государств только Литва в какой-то степени явно поддерживает участие вот в таком добровольном механизме разделения этого бремени. И, наверное, латвийскому правительству тоже стоило бы призадуматься, помня о том, что, конечно, вот такие жесты солидарности, они будут учитываться при принятии следующего долговременного бюджета Европейского Союза. Кстати говоря, да, все взаимосвязано. Вот не знаю, может быть, это связано с бюджетом или нет, но мы знаем, что когда происходит накануне любых выборов, политики никак не могут удержаться от соблазна дать какие-то обещания, очень щедрые порой. Мы знаем, мы это видели при компании, все им там чего только не обещали, и зарплату 500 минимум, минимальную, не облагаем минимум и так далее. Ну и на выборах в Европарламент, как ни странно, отдельные кандидаты в депутаты Европарламента из Латвии обещали, что будут введены какие-то единые стандарты, там, не знаю, минимальный зарплат, пенсии и так далее. Насколько это возможно создать такой вот механизм внутри Европейского Союза, чтобы не было так, что, не знаю, что самая маленькая пенсия, которую получает пенсионер в Германии, ну, может, я утрил, но общий смысл, да, она там, не знаю, составляет там такую пенсию минимальную, наш человек и за полгода не получит. Да, вот как вот этот дисбаланс хоть как-то уменьшить? Ну, действительно, если раньше Европейский Союз в принципе не обращал большого внимания на вопросы социальной политики, то есть они были оставлены в компетенции государств. Надежда была на то, что вот если будет экономический рост, сами государства, они каким-то образом, учитывая свои национальные обстоятельства, они обратят внимание на социальную сферу и все будет устроено наилучшим образом. Экономический кризис с конца 2000-х годов показал, что это не всегда так и одним из последствий вот этого экономического кризиса стал в том числе и рост недоверия к Европейскому Союзу. То есть Европейский Союз вроде бы заботится о бизнесе, но не заботится, так скажем, о простых людях, утрируя. Поэтому вот с этого времени действительно начались определенные инициативы, связанные с социальной политикой. То есть если раньше это в основном были какие-то такие вещи, которые не требовали бюджетного финансирования большого со стороны Европейского Союза, то сейчас все чаще говорится о сближении социальных стандартов. Но надо понимать, что во-первых, их есть определенные, так скажем, конституционные барьеры. То есть, условно говоря, Европейский Союз не может принять решение, что с завтрашнего дня минимальная зарплата абсолютно во всех государствах становится одинаковой. То есть в договорах о Европейском Союзе есть четкое разделение между компетенциями Европейского Союза и компетенциями государства. Но что Европейский Союз действительно мог бы сделать и о чем действительно шла речь во время последней предвыборной кампании, это установить, скажем, методику начисления, допустим, каких-то социальных платежей, в том числе, допустим, каких-то минимальных зарплат, минимальных пенсий, с тем, чтобы вот не абсолютные показатели были одинаковы во всех государствах Европейского Союза, но сама методика вот начисления этих показателей на территории конкретной страны, чтобы она была более-менее единой. То есть, конечно, в перспективе, если мы говорим о каком-то экономическом спрещении, это может привести к единым стандартам, но не сейчас. Вот такой, может быть, еще вопрос хотел бы задать. Ну, мы знаем, что это еще было, по-моему, пару лет тому назад, еще при правительстве Кучинска, мне кажется, и раньше было такое модное выражение, ну вот сейчас будет разноскоростная Европа или Европейский Союз и Латвия, очень важно там, не знаю, оказаться в этом головном поезде вместе с Германией, что мы вот такие вот передовые, да. Что сейчас произошло, я не знаю, в последнее время как-то дискуссии утихли по поводу разноскоростного Европейского Союза, или все-таки Европейский Союз и Еврокомиссия, пока еще возглавляемая господин Юнкером, решила вот как-то эту тему дальше не педалировать, разделяя вот европейские страны. Как на самом деле происходит? Ну, действительно, такие ощутимые последствия от этой дискуссии были в таком документе Европейской комиссии, где она предложила свое видение, скажем, с пятью вариантами дальнейшего развития Европейского Союза, и один из этих вариантов была действительно Европа разных скоростей, то есть, условно говоря, есть какое-то количество норм, на которые подписываются все государства Европейского Союза, есть какое-то тесное сотрудничество в отдельных областях, которые, допустим, остальные государства не подписываются. Сейчас немножко об этом разговоры поутихли, потому что, наверное, они станут снова актуальными в ходе дискуссии вот о новом долговременном бюджете Европейского Союза, насколько они будут успешны. То есть, если действительно некоторые государства будут продолжать блокировать какие-то инициативы, связанные с той же самой миграцией или, допустим, с ответственностью государства, верность ценностям Европейского Союза, ну, снова можно ожидать того, что это появится на повестке дня. Пока существует такая надежда, что все-таки для большинства, скажем, для абсолютного большинства государств Европейского Союза сама по себе вот эта вот идея европейской интеграции до сих пор является серьезной ценностью, и они готовы жертвовать даже какими-то национальными интересами в пользу того, чтобы европейская интеграция продолжалась. Ну, такой последний вопрос, так у нас быстро время эфира проходит. Это такой, я не знаю, больше философский или практический. Мы знаем, что одна из ценностей Европейского Союза – это свободное движение рабочей силы и капитала. Ну, вот с рабочей силой, конечно, государство, с одной стороны, должно радоваться за людей, которые, ну, зарабатывают деньги в других странах Европейского Союза, ну, пока еще Англия тоже в ЕС, потом присылает своим семьям здесь, в Латвии, родителям как-то им помогает, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что с каждым годом все драматично и драматично, ситуация со специалистами. На днях там объявили, что более тысячи медиков вообще в Латвии не хватает. Ну, рано или поздно мы придем к какой-то ситуации, когда просто будет некому работать. И что делать в этой ситуации? Мы не можем вроде бы и границы закрыть на выезд, но что-то надо делать. Значит ли это, что все-таки без либерализации политики гастарбайтеров нам не обойтись? Мое личное мнение, что не обойтись, потому что, действительно, там, всех мер, о которых можно было бы говорить, там, допустим, какие-то вещи, связанные с демографической политикой или связанные с социальной политикой, надо понимать, что они дадут какой-то результат только через определенное количество лет. Поэтому, действительно, учитывая вот эту демографическую ситуацию в Латвии, немного странно, что нынешнее латвийское правительство всяческим образом пытается избежать дискуссий о миграции. На мой взгляд, это единственная мера, которая могла бы в такой более краткосрочной перспективе дать определенные результаты. Ну, вряд ли это угрожает национальным интересам Латвии. Это не будет то количество, которое, там, не знаю, приведет, как они там боятся, чуть ли не опять к новой какой-то русификации, о чем там национально озабоченные политики говорят. Ну, здесь, наверное, сложно говорить всего о каких-то о едином понимании национальных интересов Латвии. То есть, даже внутри правительства у разных политиков могут быть совершенно разные представления об этом. Но да, безусловно, если Латвия действительно скажет, а, что необходимо привлекать специалистов из-за рубежа, на какие-то послабления в той же самой языковой политике неминуемо придется пойти. Может быть, буквально еще последний вопрос. Не могу вас не спросить. Просто, ну, для общего понимания. Я знаю, что это не ваша тема, но тем не менее, вот вчера, как мы знаем, поздно вечером было принято решение Европейским, кстати, Центральным банком о приосновке действенности ПНБ, банка, это бывший Норвик. И вот представитель Минифина Латвии вот нам в интервью, моим коллегам сказал, что вы так переживаете? Ну, вообще, в Европе это обычное дело, там банки закрываются там чуть ли не каждый день. Ну, вы тоже на этом информационном потоке, если так можно сказать, сидите. Действительно ли это так, что вот банки в Европейском Союзе очень часто закрываются? И да, и нет. То есть, да, действительно, ситуации, наверное, каждого конкретного банка нужно смотреть в отдельности, насколько серьезные последствия могут быть для того же самого государственного бюджета, для фонда, который связан с выплатой средств клиентам этого банка. То есть, действительно, такие истории происходят и происходят довольно часто. То есть, нельзя сказать, что это там, не знаю, раз в три года, да? Да, безусловно. Но, с другой стороны, это, конечно, серьезный такой звонок для всей финансовой системы. То есть, всегда в таких случаях проводится очень серьезный разбор полетов, а что конкретно вот в случае конкретного банка к этому привело и какие ошибки были допущены и самим банком, и регулятором, допустим, на латвийском уровне и регулятором на европейском уровне. То есть, да, конечно, это не такая, может быть, трагедия, которая абсолютно все разрушит, но, да, это серьезный сигнал и серьезный повод для того, чтобы оценить правильность действия всех вовлеченных лиц. Алексей Демитров у нас был в студии, и большое спасибо. Спасибо.